Здравствуйте, уважаемые зрители! Давайте рассмотрим такой вопрос, как возместить вред здоровью, причиненную вследствие умысла потерпевшего. При разрешении спора о возмещении вреда жизни или здоровью, причиненного вследствие умысла потерпевшего, судам следует учитываться, что согласно пункту 1 статьи 10.83 Гражданского кодекса Российской Федерации, такой вред возмещению не подлежит. Виновные действия потерпевшего при доказывании его грубой неосторожности и причинной связи между такими действиями и возникновением или увеличением вреда являются основанием для уменьшения размера возмещения вреда. При этом уменьшение размера возмещения вреда ставится в зависимость от степени вины потерпевшего. Если при причинении вреда жизни или здоровью гражданина имела место грубая неосторожность потерпевшего или отсутствовала вина причинителя вреда, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения вреда должен быть уменьшен судом. Но полностью отказ от возмещения вреда в этом случае не допускается. Пункт 2 статьи 10.83 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вопрос о том, является ли допущенная потерпевшим неосторожность грубой, в каком каждом случае должен решаться с учетом фактических обстоятельств дела. Характер деятельности, обстановки причинения вреда, индивидуальных особенностей таких потерпевшего, его состояния и другое. Вина потерпевшего не влияет на размер взыскания с причинителя вреда, расходов, связанных с возмещением дополнительных затрат. Это пункт 1 статьи 10.85 Гражданского кодекса Российской Федерации. С возмещением вреда в связи со смертью кормильца. Статья 10.89 Гражданского кодекса Российской Федерации. А также при компенсации расходов на погребление. Это статья 10.94 Гражданского кодекса Российской Федерации. Следует обратить внимание на то, что размер возмещения вреда в силу пункта 3 статьи 10.83 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть уменьшен судом с учетом имущественного положения причинителя вреда гражданина за исключением случаев, когда этот вред причинен действиями, совершенными и умышленно. Постановление Пленума Верховного Суда о применении судами гражданского законодательства, решающего отношения по обязательным вследствия причинения вреда жизни или здоровью гражданина. Всеобщая декларация прав человека провозглашает право каждого на жизнь. Это статья 3 декларации. Обязательность установления такого жизненного уровня, который необходим для поддержания здоровья его самого и его семьи. И обеспечение в случаях болезни, инвалидности или иного случая утраты средств к существованию. По независимым от него обстоятельствам предусмотрено в статье 25 Всеобщей декларации прав человека. В статье 11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Положения названных международных актов отражены и в Конституции Российской Федерации. Право на жизнь и охрану здоровья относятся к числу общепризнанных, основных, неотчуждаемых прав и свобод человека, подлежащих государственной защите. Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь человека. Статья 2 и 7, части 1, статьи 20 и статья 41 Конституции Российской Федерации. В развитии положения Конституции Российской Федерации приняты соответствующие законодательные акты, направленные на защиту здоровья граждан и возмещение им вреда, причиненного увечья или иным повреждением здоровья. Общие положения, регламентирующие увечья или иные повреждения здоровья, регламентирующие условия, порядок, размер возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, содержатся также в Гражданском кодексе Российской Федерации, глава 59. Надеюсь, данная информация была вам полезна. Спасибо большое за внимание.